Нашествие саранчи в этом году в Гагаузии и Тараклии – результат бездействия и саботажа со стороны районных властей в минувшем году, уверен примар Тараклии Вячеслав Лупов. По его словам, первый очаг саранчи в районе Каираклии, появившийся в прошлом году, был небольшим, в пределах 60-70 гектаров, и тогда решить проблему можно было малой кровью. Примария Каираклии вместе с районным советом тогда принимала меры, определенные по уничтожению этой саранчи. Был дрон, была выделена районным советом химия, на это были выделены деньги. И буквально недавно я встречался с одним экономическим агентом, очень крупным по району, да и вообще по Молдове они крупные. И они сказали, что они на 200 тысяч лей в прошлом году дали химии, для того, чтобы убрать эту проблему, потому что они понимают, что это все перейдет на их поля потом, правильно же? Но почему-то председатель Тараклийского района, предыдущий председатель, приехав из Болгарии, взял и забрал всю эту химию и отдал экономическому агенту. Мэр села Каираклии называет диверсией действия бывшего председателя Тараклийского района социалиста Ивана Пысларя. Пришли представители районного совета и сказали, что по прямому указанию председателя района Тараклий, те яды, которые как бы остались в остатке, они забирают и все работы по работе с саранчой как бы прекращаются. Вот так вот. И получается, что из-за бездействия или из-за диверсии бывшего председателя района, вот сегодня у нас вот такая вот ситуация. Мэр Тараклия Вячеслав Лопов говорит, что компетентным органам следует заняться этим случаем. Я считаю, что вообще соответствующие органы должны вплотную заняться этой ситуацией и разобраться, что побудило председателя Тараклийского района Ивана Пысларя забрать химию с Каираклией и не закончить обработку этой саранчей. Иван Пысларь, бывший председатель Тараклийского района, в свою очередь заявил журналистам Пятого канала, что никаких указаний по прекращению работ по дезинфекции он не давал. И никто не возвращал или, вернее, не было решений или указаний председателя района о том, чтобы вернуть это. Мы хотели оплатить дополнительные наряды химикаты. Экономический агент их выделил. Выделил без финансовых платежей, бесплатно, то есть, потому что был заинтересован, чтобы не было поражения его полей. Но чтобы было распоряжение или указание председателя вернуть, прекратить это неправильно. В свою очередь Вячеслав Лупов рассказал, что выделенных в этом году районными властями денег хватило только на аренду одного дрона для обработки полей и первичную закупку яда химикатов. К полноценной работе смогли приступить только после того, как получили помощь от блока «Победа» в размере 300 тысяч леев. Но, по словам примарок Айраклии, несмотря на то, что было обработано 400 гектаров плавней, время было упущено. Саранча уже встала на крыло и уходит в соседние районы. К большому сожалению, она в результате того, что нам не удалось изначально взять ситуацию полностью под контроль, она берет и мигрирует. И вот на сегодняшний день, если у меня здесь мы уже прошли наши 400 гектаров, даже больше, ну, как бы на сегодняшний день мы уже прошли, то мы сейчас, оказывается, что уже она, некоторая часть ее перешла в сторону Виноградовки, может быть, еще куда-то дальше двинулась. Поэтому я говорю, что нам нужно было вводить, как бы, когда только узнали об этом, нужно было вводить, как бы, чрезвычайное положение, и для того, чтобы мы могли привлечь, ну, неограниченные какие-то ресурсы, для того, чтобы загасить эту проблему. Государственные службы не захотели вводить чрезвычайное положение в связи с тем, что не нанесен материальный ущерб никакой, потому что саранча в плавнях, и, как бы, нет материального ущерба. То, что она перейдет на поля, и, как вот я разговаривал тоже с экономическими агентами, да, то есть они говорят, что если она попадает в поле, день-два, и от поля ничего не остается. То есть это сотни гектаров они выедают сразу же. Районные службы 60 тысяч выделили, и все. И дальше, и думают, что они совершили подвиг. Какой подвиг? Вы должны были во все инстанции звонить, писать, ехать. Сегодня это районный уровень, завтра это будет государственный уровень. Примар Тараклеи задается вопросом, почему никто из чиновников центральной власти не хочет обратить внимание на цифры. Ведь в прошлом году площадь поражения была 40 гектаров, а в этом 1200. Сколько будет следующим, говорит Лопов, подумать страшно. Мы попытались получить комментарий по поводу ситуации в Кайраклии и заявлений Примара в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов. Пресс-секретарь ведомства Марьяна Роллер обещала ответить нам позднее. Однако ко времени подготовки сюжета ответ не поступил. На сайте учреждения содержится лишь краткая информация о том, что агентство следит за ситуацией, и что в общей сумме в двух населенных пунктах Копчакея и Кайраклии обработано около 550 гектаров. Позиция Минсельхоза выражена в пресс-релизе на сайте ведомства. Там говорится, что ответственность и затраты на борьбу с саранчой лежат на плечах самих аграриев на местных и районных властях. Согласно законодательству Республики Молдова, операторы агропродовольственного сектора и местные органы власти несут ответственность за фитосанитарные меры по защите и предотвращению нашествия насекомых. Субтитры создавал DimaTorzok